Тридцать девятая глава книги пророка Иеремии Царя Вавилонского и расположились в средних воротах Нергал Шарицер, Самгар Нево, Сарсихим, начальник Евнухов, Нергал Шарицер, начальник Магов И все остальные князья царя Вавилонского Когда Сидекия, царь Иудейский, все военные люди увидели их, побежали И ночью вышли из города через царский сад в ворота между двумя стенами И пошли по дороге равнины Но войско халдейское погналось за ними И настигли Сидекию на равнинах Иерихонских И взяли его и отвели к Новоходоносору, царю Вавилонскому, в Ревлу, в землю Ямав Где он произнес суд над ним И заколол царь Вавилонский сыновей Сидекии в Ревле перед его глазами И всех вельмож иудейских заколол царь Вавилонский А Сидекий выколол глаза И заковал его в оковы, чтобы отвезти его в Вавилон Дом царя и дома народа сожгли халдеи огнем И стены Иерусалима разрушили А остаток народа, оставшийся в городе И перебежчиков, которые перешли к нему И прочий оставшийся народ Навузардан, начальник телохранителей, переселил в Вавилон Бедных же из народа, которые ничего не имели Навузардан, начальник телохранителей, оставил в иудейской земле И дал им тогда же виноградники и поля А об Иеремии Навуходоносор царь Вавилонский дал такое повеление Навузардану, начальнику телохранителей Возьми его и имей его во внимании И не делай ему ничего худого, но поступай с ним так, как он скажет тебе И послал Навузардан, начальник телохранителей И Навузазван, начальник Евнухов И Нергал Шарецер, начальник магов И все князья царя Вавилонского Послали и взяли Иеремию со двора стражи И поручили его Годолии, сыну Ахикама, сына Сафанова Отвезти его домой И он остался жить среди народа К Иеремии, когда он еще содержался во дворе темничном, было слово Господне Иди скажи Авдемелеху Ефиоплянину Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев Вот я исполню слова мои о городе этом во зло, а не в добро ему И они сбудутся в тот день перед глазами твоими Но тебя я избавлю в тот день, говорит Господь И не будешь предан в руки людей, которых ты боишься Я избавлю тебя, и ты не падешь от меча И душа твоя останется у тебя вместо добычи Потому что ты на меня возложил упование Сказал Господь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!